Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Снова наш понедельник с Вадимом Родионовым. Сегодняшнюю передачу я бы хотел начать с напоминания вам о совсем недавно разыгравшейся истории, ну, сравнительно недавно, год-два года назад. Помните всю историю с синим китом? Игра, в которой играли подростки, в общем, иногда это заканчивалось... Это была не игра. По официальной версии, это были некие люди, которые умышленно доводили детей и подростков до самоубийства. Якобы у этого было чуть ли не сотни случаев. Якобы были специальные тексты, которые получали подростки, специальные рисунки, чтобы выцарапывать себя на руке, и они в течение 40 дней, по-моему, подводились к самоубийству. Им угрожали якобы, что если они не покончат с собой, убьют их родителей и тому подобные вещи. То есть разные методы воздействия. Да. И это была просто буря. То есть меня в тот момент тоже пригласили в какую-то школу, попросили рассказать, что дело в таком случае. И я сам был, не скрывая впечатлён этой истории, она показалась весьма правдоподобной. Потом группа... Пресса писала очень много об этом. Телевидение, пресса, всё, кто только можно. Потом группа антропологов провела исследование. Это тем более подробное. Оказалось, что всё это сильно раздуто. Оказалось, что... Ну, да, к сожалению, бывает история, когда дети, подростки совершают самоубийство. Но история о каком-то заговоре, о людях, которые дёргали за ниточки и так далее, всё раздутой. И очень быстро этот ажиотаж угас. Ну, когда вы последнее раз слышали про синего кита, Вадим? Ну, год назад примерно. Да. Вот он угас, и всё. И вот, мне кажется, это очень хороший пример той темы, о которой мы сегодня будем говорить. Называется эта тема «Моральная паника». Я был на прошлой неделе в Москве на конференции «Фобия и фольклор», где собирались психиатры, психологи, антропологи, социологи, и говорили очень много о страхах, и в том числе о моральной панике. Ей было посвящено несколько докладов. Какие признаки моральной паники? Давайте мы об этом с вами сегодня поговорим подробнее. Впервые о ней было упомянуто аж в 1972 году. Американский социолог по фамилии Коэн описал это как явление и вывел несколько характерных признаков. Я их не поленюсь зачитать. Основные ее признаки. Уверенность в том, что поведение социальной группы, вызвавшей панику, оказывает негативное влияние на общество. Демонизация уже указанной социальной группы, четкое разделение на «мы» и «они». Требование немедленно принять жесткие меры, как правило, неоправданно жесткие по сравнению с реальной угрозой, если такое вообще существует. Согласие большей части общества с тем, что оно находится перед лицом серьезной опасности. Не обязательно, чтобы все поголовно были убеждены в этом достаточно наличия небольшой, но организована настойчивая группа пропагандистов и неспособность жертв паники дать им адекватный ответ. И моральная паника, как в истории с Сидим Китом, как правило, очень быстро сходит на нет и забывается после прекращения нагнетания истерии в средствах массовой информации или же после появления другой популярной темы для обсуждения в обществе. То есть это такая сиюминутная история? Очень короткая, но на самом деле история с Синим Китом сравнительно безобидная история. Давайте посмотрим в прошлое. Например, охота на ведьмы. Когда жители были свято убеждены, что рядом с ним живут настоящие колдуны и ведьмы, которые наводят порчу на их скот, на них самих убивают, болезни и тому подобное. И, как мы помним, эта история обошлась сравнительно немалым количеством жизней. Тогда мы можем вспомнить и недавнее прошлое. Это нацисты и еврейский вопрос, и коммунисты, и борьба с врагами народа. И это тоже. И вот очень характерно, я как раз вспомнил, была история в 50-х годах, дело врачей-отравителей. Это уже сталинский СССР. Да. Когда вдруг появилась информация о том, что энное количество врачей, по странному совпадению, все они были евреями, занимались целенаправленным отравлением людей. То есть они отравляли лидеров государства, важных людей. Более того, дальше пошли слухи ещё более обширные, что в аптеке поставляется отравленная вата, отравленные лекарства и тому подобные вещи. То есть эта история раздувалась? Да, я застал очевидцев этой истории, которые говорили, как на них смотрели, ехидно улыбаясь, их сослуживцы говорили, вот не знаю, что ж теперь можно и купить-то в аптеке. Всё это, говорят, отравлено. И намекали, понятно, кем отравлено. И тоже, если мы помним, в итоге эта история была разоблачена. Дама по фамилии Тимошук, которая получила орден за открытие всего этого, тоже была разоблачена. И вся эта история схлынула моментально. Тоже типичная история моральной паники. Моральная паника ведь это инструмент в чьих-то умелых, но не очень хороших руках. Я думаю, что есть два вида моральной паники, как минимум. Один, когда, да, это раздувается целенаправленно, для того, чтобы шельмовать какую-то группу населения или, наоборот, отвлечь внимание населения от каких-то насущных проблем. Ну вот, не будем далеко ходить. Вспомним страшную историю о майках с портретом Путина в магазине «Альфа». То есть, некий магазин, где продаются майки с определенными надписями, портретами Путина, который не был еще осужден Нюрнбергским трибуналом и так далее. С которыми, кстати, легитимность российского президента Латвия признает. Да. При этом поток гневных писем, поток комментариев вовлекается во все это полиции, насколько я понимаю. Служба госбезопасности. Служба госбезопасности, руководство торгового центра «Альфа» предлагает изъять эту коллекцию и тому подобные вещи. То есть, в принципе, что-то типа русские идут. Страшная паника. Форстал выбросился из окна, как мы помним. Да-да-да. Страшная идеологическая диверсия. То есть, мне кажется, классический пример. И опять, я думаю, это сейчас вся эта история прозвучала, она забудется через неделю-две. Никто о ней больше не вспомнит. И это, мне кажется, пример того, где моральная паника кому-то очень нужна, кому-то очень выгодна и есть чем занять человеческие умы. В данной ситуации речь идёт всё-таки о статном инстинкте, потому что, видите, есть ощущение, что у человека просто атрофируется какое-то критическое мышление, критический взгляд на ситуацию. Создаёт некие условия, и масса людей начинает воспринимать это на веру сразу. Ну, как дело врачей. Сказали, что это врачи-отравители. И многие люди сразу начинают этому верить. Мы наблюдаем это и по разным политическим заявлениям, в зависимости от симпатии той или иной общественной группы. Они начинают просто верить в то, что говорит какой-то политик, который им нравится. И, соответственно, если он говорит, что вот эти люди плохие, и многие говорят, а эти люди плохие. Почему? Да потому. Ну, вот и всё. Ну, давайте вводим откровенно. И об этом не моё изобретение, об этом сказал тот самый Коэн, что в основном моральная паника распространяется с помощью средств массовой информации. Или социальных сетей в данном случае. В данном случае то же самое. В основном, ну, тогда ещё и хочу, не в социальных сетях. И вовсе это правда. И тогда мы начинаем задумываться, кто является группой людей наиболее уязвимой для восприятия моральной паники. Я не хочу звучать высокомерно, но, наверное, это люди, которые очень много живут в пространстве или в социальности, или средств массовой информации. Это люди, которые не сравнивают источники. Это люди, которые не всегда воспринимают информацию критически. То есть, задаться вопросом, правда ли это, редко приходит на ум. И, наверное, тоже это люди, для которых эта тема как будто особо относится к группе населения и были уязвимы для этой темы. Но здесь ещё есть эмоциональный фактор, согласитесь. Когда я тоже впечатлился историей о синем ките, да, у меня тоже ребёнок уязвимого для этой истории возраста, и я вовлёкся и достаточно сильно напрягся, можно так сказать. Правда, тоже достаточно быстро смеяться. Схлыну так, что я тоже был в числе уязвимой группы населения. То есть, в этом смысле никто не защищён? То есть, любой человек, даже обладающий специальным образованием, как врач-психиатр, тоже, в общем-то, может попасть в эту лавру? Да, ведь история, история, конечно, пугающая, но теоретически есть в природе статья о доведении до самоубийства в Уголовном кодексе. И представить себе людей, манипуляторов, которые способны воздействовать на детей, особенно зная, насколько на сегодняшний день дети уязвим для социальных сетей, и насколько это выходит под контролем родителей, да, мне было не мудрено испугаться. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон напрямого эфира, мы говорим сегодня о моральной панике. Звоните, присоединяйтесь к нашей дискуссии, к нашему разговору, пишите в WhatsApp 2306191. Программа «Диагноз недели», Ариэль Резник-Мартов. Врач-психиатр работает в студии. Ну, продолжая эту тему, вот мы говорили о том, что есть те, кто использует и нагнетает панику. Она может возникать стихийно, без некого заговора или некой попытки воздействовать? Я думаю, что да. Я думаю, что да. И одна из бед, которые вызывает моральная паника, она часто отвращает людей от решения реальных проблем, а иногда затрудняет их решение. Вот на этой конференции выступала с докладом представительница российской организации, похоже на нашу БЭСВСЦЛВ, которая занята поиском вшарапавших детей. Я не помню, что я забыл название. Это организация, названная именем девочки, которая потерялась и погибла. Её не смогли вовремя отыскать, и в память о ней назвали эту группу. Эта группа обнаруживает интересную вещь. У них есть телефоны, связи. Среди людей, которые им звонят, чаще всего есть люди, которые борются с педофилами. То есть, как только где-то мелькнёт статья о педофилах, у которых где-то были, возникает шквал звонков. При этом, один из примеров моральной паники, в какой-то статье в газете мелькнуло упоминание, что в России была некая дама, женщина в синем пальто, которая детей зазывает куда-то в кусты, якобы фотографироваться, и куда-то их уводит. После появления этой статьи люди, бывшие на телефонах группе, получили звонки из 15 или 16 российских городов, в которых одновременно практически видели женщину в синем пальто, которая охотилась на детей. Причём не всё это были фейки. То есть, там были люди, женщины, звонили, рыдали, кричали «Верьте мне!» Я видела её своими глазами. То есть, вот вам пример моральной паники. Теперь можем себе представить, на самом деле, насколько эта история захватила людей, насколько она заняла представителей этой организации, и насколько они были оторваны от реальной помощи пропавшим детям. Кстати, у них была интересная статистика. Но, опять же, мы все знаем, что история о педофилах, она везде. Ну, не сказать, что педофилы в криминальных хрониках, достаточно немного педофилы в фильмах и книгах, детективах, и боевиках, и триллерах, и тому подобных вещах. Так вот, по статистике этой группы, за прошедший год, по-моему, за прошлый год, в России в течение года погибло 600 детей. Как вы думаете, Вадим, сколько из погибших детей погибли в результате нападения педофилов? Ну, я думаю, что процентов 7. Пять детей. Пять детей. Пять из 600. Остальные дети погибали, заблудившись в лесу, утонув, став жертвами семейного насилия, не каких-то педофилов, а жертвами насилия собственных родителей. Жуткая история. Дети, которые провалились в сельский туалет и утонули там. И тому подобное. Пять погибших детей из 600. А теперь вспомните сам, сколько обычно в слухах и статьях занимает место зловещие педофилы, которые выкашивают детей. Здесь уже срабатывает такой, может быть, принцип фильма ужасов, потому что каждая смерть страшная, каждая смерть ужасная, но есть такие уже базовые страхи, например, что ребёнок попадёт к педофилу, что в этом есть уже элемент сексуального насилия, искорёженной психики и так далее и тому подобное, и поэтому наделяется уже таким ореолом это всё. Есть базовые страхи, мы все для них уязвимы, я думаю. Помните, была эта история с имманским педофилом? Тоже, насколько все в городе напряглись, и можно понять, почему все напряглись, они как-то могли поймать. Но, к счастью, его поймали. К счастью, его поймали. И представители этой российской группы говорят, люди, вы не тому учте детей. Все рассказывают детям, не поддавайся незнакомцам, не уходи с незнакомцами, зови на помощь, что и так далее. Как выяснилось, практически никто не рассказывает детям, как себя вести, если ты заблудился в лесу. И вот что люди сами не знают, что делать в этой ситуации. Как выяснилось, почему заблудившиеся дети погибают? Потому что они впадают в панику и бегут. Начинают ходить. Они бегут куда-то, бегут, лишь бы выбраться. И они устают, начинается обезвоживание, холд, а страх сам по себе действует, крайне угнетающе. И в итоге эти дети часто погибают, их не успевают найти. И, как говорят эти люди, вы лучше учите детей, как ориентироваться в лесу. Вы лучше объясните своим детям, что если ты потерялся, сядь на пенёк и сиди. Тебя обязательно найдут. Если тебя будут искать, а будут искать рано или поздно, тебя обязательно найдут. И будет намного легче найти тебя недалеко от того места, где ты заблудился, чем где-то далеко. Но эта угроза кажется людям какой-то вымышленной. Хотя она более реальна, чем падение педофилов. Хотя она более реальна, да. А вот моральная паника начинается по поводу педофилов чаще всего, по поводу кого-то, неких людей, существующих в реальности, количество и масштаб влияний, которых раздувается. И каждый человек считает своим долгом предупреждать детей об этом, искать их. Был какой-то фильм, по-моему, американский или скандинавский, где воспитатель детского сада, по-моему, ребёнок обвиняет в педофилии. Он становится изгоем пари, он подвергается нападению. И потом выясняется, что ребёнок просто почему-то решила его оговорить, но он уже испытал на себе все прелести этого статуса. Моральная паника. То есть, можно ли говорить о том, для чего нам нужен этот механизм, почему, собственно, человеку свойственно её раздувать? То есть, в этом есть некий смысл, если вообще можно об этом говорить в категории смыслов? То есть, это защита от чего-то? Я думаю, что у нас у всех есть глубинные страхи. У нас у всех есть не менее глубинная агрессия. И что такое моральная паника? С одной стороны, это страх о том, что с кем-то что-то случится. С другой стороны, это страх, что в обществе есть некие зловещие персонажи, от которых всё зло и на которых этот гнев должен быть направлен. То есть, это упрощение, по сути? Я думаю, что люди реализуют как минимум две глубинные вещи. Одна найти источник страха, а вторая найти виновников. И на них обращаются и страхи, и агрессия. А страх с агрессией в коктейле порождает ужасные вещи. Об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов программа Диагноз недели. Скоро вернёмся, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу Диагноз недели. В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Говорим сегодня о моральной панике и также приглашаем вас участвовать в нашем разговоре. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9 Звоните, пишите ватсап 2-3-0-6-1-9-1 Если вы звоните из-за рубежа, код плюс 3-7-1. Так что присоединяйте. Какой ещё из современных страхов мне кажется достаточно распространён и тоже периодически выходит на уровень моральной паники? Всё мы знаем о страхах камер на улицах, которые следят с нами всеми. Шоу Трумана. Большой брат следит за тобой. Можно многое вспомнить? Да. Ну, наиболее такая недавняя история китайская история с той самой социальной ответственностью. То есть есть некий рейтинг у каждого человека, есть камеры, которые действительно наблюдают за каждым человеком. И в рейтинг социальной ответственности заносится всё, что угодно, начиная от того, как ты себя ведёшь на улице, переходишь ли ты улицу на красный свет или ещё какие-то нарушения. И эти нарушения суммируются. И чем больше суммируются нарушений, тем больше могут тебя ущемить в правах. Ну, например, не принять тебя на работу куда-то в важное место, запретить тебе пользоваться быстрыми поездами, запретить тебе поступить в какое-то высшее учебное заведение и так далее. Была анекдотичная история, когда какая-то знаменитая китайская миллионер, предпринимательница, вдруг получила уведомление, что за переход улицы на красный свет она тоже ввести на эту базу данных. Как выяснилось, камера засекла её изображение на автобусе, который проезжал по улице, что ей не помешало включить... Это такая Орловская история. Да. Фактически. Она Орловская. Но если мы посмотрим дальше, вспомните, сколько людей, много у нас историй на самом деле о том, что тебя занесут в некую базу данных, тебя распознает камера. Вот то, что происходит в России на протестах. Причём это приняло очень интересную форму. С одной стороны, после того, что сейчас нас всех занесут некие полицейские реестры, и мы будем лёгкой добычей, с другой стороны появились призывы фотографии распознавать полицейских, которые участвовали по ту сторону боёв. Хотя они в масках. Да. И даже кто-то где-то якобы высказал предложение или предположение, что будут теперь убивать детей этих полицейских, за что, по-моему, преддали пять лет. Да. Там громкая история. То есть это в общество массовый страх с обеих сторон, что тебя включат в некий реестр. И тут есть, мне кажется, интересно, парадоксальная история о том, что вроде ты боишься, что эта камера распознает твоё лицо. Тебя выделят из толпы, твое лицо будет распознано. Но благодаря тому, что твое лицо распознано, тебя включают в некий бесконечный список. Фактически твое распознавание твоего лица ведёт твоей обезличенности. Ты становишься частью некоего огромного списка, какой-то единицы в этом. И тут мы можем вспомнить, как ещё при царе и батюшке люди боялись переписи населения, что считалось, что это некая дьявольская акция, что это метод действия антихриста, который переписывает людей и так далее. То есть и тут же можем вспомнить историю у него мультик «Козлёнок», который считал до десяти, где был крик «Он тебя засчитал», и все в ярости кидались гнаться за козлёноком. Мне там нравится ещё другая история, что корабль не потонул, когда он посчитал, что их там десять, а если бы он не посчитал, то корабль бы затонул. И вот это то, что меня в детстве всегда этот вопрос не давал мне покоя, так если бы он не посчитал, вернее, если бы он, да, если бы он не посчитал, они бы что, утонули? То есть в чём был смысл этой истории? Некая магия чисел, а также к тому, что учиться считать никогда не вредно. Ну, мораль такова до этого мультика. Но он и тебя посчитал, там точно была такая история, они все раздражались, я помню. Давайте ещё раз подумаем на тему, что нас делает уязвимыми для моральной паники. Во-первых, как мы уже говорили, это тема, которая для нас чувствительна. тема угрозы детям чувствительна практически для всех. Тема того, что некая организация причинит тебе вред чувствительна для всех. Тема о врагах твоих в каком-то политическом спектре это очень интересно. С одной стороны, у нас есть люди, которые панически боятся руки Кремля, злых путинистов и тому подобное. С другой стороны, люди, которые боятся руки Госдепа, того, что всеми стали марионетками, нами руководят, откуда-то из-за бугра, это люди, которые, в общем-то, боятся одного и того же, только назначают разных виновников. Боятся ли? Потому что, задумываясь на эту тему, мне кажется, что для многих людей это придаёт смысл их какого-то существования, потому что вот эта постоянная борьба и постоянная попытка акцентировать внимание, что тот или иной человек работает на Кремле и является агентом ЦРУ, это делает их более значимыми в собственных глазах. Это тоже в какой-то степени может стать причиной моральной паники? Да, конечно. Я думаю, что вы правы. Я думаю, что... Мы тут часто говорили на звонок. Да, звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. А вот вы знаете, у меня вот, я не знаю, как это назвать, моральная, не моральная паника. Я упала, подскользнулась, упала, сломала руку. И вот сейчас у меня уже до такой степени, что вот когда зима начинается, и кривот теперь, а потом примораживает, мне даже на улицу страшно. Я вот уже иду, иду, то есть, даже дома сижу, думаю, надо идти в магазин, но мне жутко страшно, что я опять упаду. Вот я не знаю, это к этому вашему разговору относится или нет? Спасибо. Да, спасибо. Нет, Лариса, спешу, успокоить, это не моральная паника. Моральная паника была бы, если бы вы вдруг узнали откуда-то, что есть специальный заговор людей, которые ходят и поливают, как Аннушка, которая полила масло, или полила маслом, или подмораживаются, чтобы вы упали, и не вы, еще множество граждан нашего города упали и сломали себе ногу. Тогда да. А так с вами происходит то, что часто бывают с людьми, которые вот, люди, которые, допустим, попали в автоаварию, часто потом долго боятся сесть за руль. Люди, которых очень сильно в какой-нибудь турбулент стрясло в самолете, после этого долгое время боятся летать. С вами просто та же история. У вас просто накопившаяся тревога, я думаю, уж с этим не так сложно справиться. То есть, моральную панику мы можем определить по некому заговору, ну или по крайней мере... Всегда есть некий враг. То есть, должен быть кто-то или что-то. Всегда есть враг, и при этом эти враги часто, мы уже отметили по политическому типу, с полярным знаком. Ну, например, что еще приходит на ум, все, что связано с сексуальными меньшинствами. С одной стороны, есть страх некого страшного ЛГБТ-заговора, который спешит всех детей и подростков совратить и завербовать в геи-лесбиянки. А с другой стороны, история о страшных гомофобах, которые постоянно готовы напасть на кого-нибудь, и стремить, и так далее. Кстати, на этой же конференции был очень занятный случай. Была приглашенная дама, профессор откуда-то из Англии, по-моему, очень хорошо говорящая по-русски, но с акцентом. И одна из докладчиков привела случай, где страхи распространяются с некой даже корыстной целью. Например, была история о том, как некий студент негр сам себе писал угрожающие письма и публиковал их «вот мне угрожают расисты». Или девушка демократической партии в Америке, которая сама придумывала страшные письма от некого республиканства, угрожала ее изнасиловать, сделать с ней прочие страшные вещи. Потом все это было разоблачено, что это их собственные фейки. Тут поднялась эта дама, профессор, которая вроде бы до сих пор спокойно и взвешена, и с грозными спросила докладщицу, а вы бывали в американских кампусах, где живут студенты? Нет, не бывало. А я была там. И тут у меня просто такой надрыв в голосе. Вы не понимаете, вы живете каждый день под угрозой изнасилования. Каждый день угрозой изнасилования. То есть на нее смотрели, окружающие там недоумение. Притом, потому что там люди были не консервативны на конференцию, но такого никто не ожидал. То есть представьте себе, что... Вот мы получили такой пример моральной паники. Человек убежден, что кругом окружают страшные сексисты-насильники. То есть шаг влево, шаг вправо и все. Да. Да. И при том, что на свете есть сексисты, на свете есть насильники, на свете есть гомофобы, на свете есть педофилы, но при всем при этом моральная паника из всего этого делает некий заговор. Она из всего этого делает какую-то угрозу, которой надо противостоять, сплотившись, призывать людей в союзники. Ну, в этом есть некий такой соблазнительный элемент, когда моральная паника, ну, наверное, слово объединяет слишком хорошее, но тем не менее сближает единомышленников. То есть в этом состоянии, вот как мы наблюдаем в некоторых ситуациях, ну, например, есть кто-то плохой, как кажется определенным человеком, потом к ним присоединяется другой, третий, четвертый, и все вместе ненавидят, как у Орла, это все описано в 1984, когда все ненавидели на двух минутках ненависти оппозиционера Голстейна, которого никто не видел, но включали телевизор, его показывали, и все его ненавидели. Вот этот объединяющий элемент, он ведь есть, потому что люди ненавидят вместе, им нравится так больше, и паникуют вместе. Люди вообще любят объединяться. Люди, не случайно, один из страхов людей – это одиночество. Люди очень любят все, что их объединяет. И тем более, когда их объединяет нечто, связанное с противостоянием какому-то злу, реальному или вымышленному, когда есть какие-то образы врагов, то их надо защищаться, а еще лучше надо их найти, вычислить и представить на всеобщий суд. Это очень объединяет. Кроме того, мы с вами очень часто говорили о том, что людям нравится быть на стороне сил добра и света. Как они это представляют? Разумеется. А кто ты? Ты борешься с ведьмами, с еврейскими врачами-отравителями или просто сионистами, которые задумали погубить весь мир или замечательный термин жидорептилоид. Я до сих пор не знаю, это он серьезный или ироничный. Но он мне неоднократно попадался. Но уже серьезно говорят о том, что Земля плоская, поэтому я бы здесь как раз относился бы к этому. Ничему не удивились бы. Серьезно, Катя Вячеславович. Поэтому вот это противостояние злу, особенно противостояние, кто тебя ничего не требует. То есть это противостояние, кто не требует от тебя предпринимать некие реальные действия. Это такой простой сценарий. Ты находишь единомышленников, ты вместе с ними как-то борешься, декларируешь, бдительно оглядываешься по сторонам, пытаешься кого-то в чем-нибудь уличить и так далее, и так далее. И здесь, мне кажется, вот, кстати, помните историю, ну как помните, поистую, то, что было и в Средневековье, и в России в начале XX века. История, я сейчас все к теме евреев склоняюсь, о кровавом навете. История о похищенных христианских мальчиках, которых приносили в жертву, из которых выпивали всю кровь для каких-то секретных еврейских обрядов. И это приводило к погромам. То есть, очевидно, люди, которые хотели бороться со злом, объединялись и шли громить тех, кого они считали источником зла. Правда, если я все-таки думаю, что когда мы выбираем кого-то в качестве объекта нашего праведного гнева, нам намного легче выбрать тех, кого мы изначально не сильно любим. То есть, мы подгоняем ситуацию под... Да, да. То есть, люди, которые изначально знают, что какая-то группа населения, неважно, евреи, путинисты, прозападники или кто угодно, они несут угрозу, мы их, значит, не очень любим, то представить, что они еще и часть некоего заговора и действительно угрожают нам, и втянуться в эту моральную панику, нам намного легче, когда объект нам уже заранее не симпатичен. То есть, если симпатичен, то срабатывают другие механизмы. Да. Сквозь пальцы или, может быть, что-то не правильно. Сквозь пальцы. Или, может, нам в данном все позволят более критично смотреть. Мы можем оправдать скорее, найти оправдание тому человеку, который нам нравится, легче, чем тому, которому нам не нравится. Да, причем, кстати, не так давно я опять встречал историю о том, что, возможно, был некий кровавый навет, возможно, опять какие-то евреи пытались с кого-то добыть кровь и тому подобное. Это, в общем-то, как ни странно, это не является, к счастью, такой массовой реакции, но сторонники этой теории живы до сих пор. Но тем не менее, как Вы считаете, когда человеку стоит задуматься на тему, что моральная паника становится уже проблемой для него? И насколько легко ее осознать все-таки, что человек находится в состоянии этой моральной паники? Я часто говорил, я вообще очень люблю осознать слово осознанность не в плане нынче модного термина mindfulness практики осознанность, что очень близко к медитациям и подобным вещам, а в аспекте того, что человек просто себе должен периодически задавать вопрос «Что со мной происходит? Что я чувствую? Откуда у меня именно такое мнение? Откуда оно взялось? Из какого источника информации оно взялось? И почему я уверен, что это так и есть?» Да? Я думаю, когда возникает какая-то очередная имя слова компания, когда мы обнаруживаем себя частью тренда такого, частью чего-то общего движения, которое объединяемо общим врагом. А если мы задумываемся, откуда у нас образ этого врага? Это из того, что мы услышали по телевизору, прочли в интернете, прочли в газете и тому подобные вещи. И вот мне кажется, особенно в наше время, под любой информацией человек себе должен задавать вопрос «Правда ли это? и почему я в это верю?» В смысле, в это очень охотно верю. Если есть некая группа населения, которую подают как врагов, стоит задуматься, а почему именно эти люди? Знаю ли лично, я лично, хоть кого-то, кто соответствует этому страшному образу? Здесь ведь с одной стороны это простая история, можно посмотреть на то, как, например, относится к тебе группа людей, которые относятся к тебе не очень хорошо, и тебе это не нравится, но в то же время я часто наблюдаю эту картину, те люди, которые критикуют, ну, допустим, латышских националистов за то, что вот они высказываются так, позволяют себе в отношении другого народа точно такую же риторику, и это кажется им совершенно нормальным. То есть, ну, вот они там такие-сякие и так далее и тому подобное. И когда им указываешь на это, ребята, а чем вы лучше-то, по сути? Возникает праведный гнев, и тебя уже называют там русофом. Пособником. Допустим, да. Как же здесь в анекдоте «А нас-то за что?» Двойные стандарты, как мы знаем, и некое зеркальное отражение, но человек просто не способен это увидеть. То есть, ему ты показываешь, просто вот указываешь, и тем не менее всё равно это отрицание. Это тоже есть в какой-то степени моральная паника, и вакцины от неё нет. Потому что даже когда идентичные ситуации, всё равно не видят. Я думаю, что это отрицание без попытки рационального анализа. Это тоже что-то в состоянии моральной паники есть очень захватывающее. Что-то, как ни странно, есть что-то очень привлекательное, что-то опять, когда мы все вместе боремся с неким злом. Ну, иллюзия смысл, получается. Ну, да. Иллюзия смысл, человек ощущает свою жизнь очень осмысленный, своё время очень наполненным. Он ощущает, что, наконец-то, он не просто ходит на работу с девяти до шести или занят какими-то повседневными делами, а он борется, он защищает. Такой Павка Корчагин, да? Да. Причём, я думаю, что этот человек, Павка Корчагин, немножко другая история. Там идеологические были. Это другая история. Вы, скорее, с Павликом Морозом спутали, я думаю. Павлик Морозов это уже папу сдал, а Павка Корчагин, в общем-то, тоже ради неких достаточно абстрактных идеалов. Потом уже он заболел, ну, мы знаем всю эту историю и судьбу Николая Островского. Но, тем не менее, как идеалист такой, который готов всё положить на алтарь. Это ведь тоже в какой-то степени пример моральной паники. Да. И мы, кстати, можем опять вспомнить из истории, из кинохроники огромные митинги, осуждавшие врагов народа, огромные митинги, на которых люди, те, которые тоже впоследствии попадали в эту мясорубку, приветствовали суды и казни врагов народа, тому подобные вещи. Образование троек, ускорение процессов, лагеря и так далее. И люди, которые оказывались в тюрьмах потом, в общем-то, не могли понять, как так получилось и продолжали верить в то, что с ними просто поступили несправедливо. Я думаю, что иногда, иногда, а может часто, когда ты оказываешься на стороне разгневанного большинства или разгневанной группы, то, что ты в группе и вся она разгневана, уже хороший повод задуматься, что происходит. Потому что очень такой притягательный наркотик, очень притягательное наслаждение быть правым и бороться. Вот это вот то, что нас учили, борьба за общее дело, что очень объединяет. Это для многих куда притягательнее в объединении через любовь, через заботу. Ну, например, группа Безвест-СЛВ и её аналоги в России. Это люди, которых объединяет желание спасать кого-то. Не желание искать виноватых и клеймить в каузу урожа, а желание спасать кого-то. Да. Вот мне кажется, если ты объединён некой группой, желающей помогать, желающей спасать, это одно. Хотя, с другой стороны, кричь «Бей жидов, спасай Россию!» тоже ты попадаешь в группу, которая желает спасать, но своеобразными способами. Что-то и сегодня всё о евреях, во мне что-то моё родное затронуто. Теория заговора? Нет, я не о теории заговора. Я не склонен к теориям заговора. Более того, я в себе выработал постепенно привычку. Каждый раз, когда есть некая теория, какая-то глобальная угроза, задаваться вопросом, почему я так думаю. И иногда я себя ловлю на том, что я вовлекаюсь в какую-то ненужную историю, мне удаётся себя остановить. Возможно, где-то не удаётся, я это не до конца осознал, но мне кажется, такой взвешенный, трезвый самоанализ очень хорошее лекарство от моральной паники. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов работал в студии. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся после шести часов в вечернем интерактиве, а Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей. Всего доброго.